ну что дорогие друзья перепрыгнул я вот на такое вот замечательное благополучие зачем эти траки нужны тут целую одну палету можно возить буду ездить зашибать бабло но шучу я народ я в чикаго нахожусь устраиваюсь в новую компанию пойдемте посмотрим познакомимся с боссом поглядим что как получится я кстати своего трака уже все наклейки оторвал трак оставил на шапе у этой компании чтобы мне новые наклейки приклеил локбук там установили масло поменяют короче фил фильтр мне в рифере еще поменяют потом рассчитаемся представляете как можно делать еще в компанию не устроился а мне уже на шапе все чинят и клеют очень приятно и комфортно получилось такую вот машинку мне выделили не премиум класс конечно но обычным драйвером такую машину не дают только мне все ребят пойдем знакомиться сейчас заберем вещи и погнали сейчас познакомимся интервьюшечку запишем с директором правильно с хозяином я не знаю с партнером и наверное поедем сдавать анализы скорее всего и обговорим условия я не знаю куда идти наверное сюда ё-моё дело снова ты снова опять дело я в другую компанию устраиваюсь и снова дело это та же самая компания как дела ты ничего когда ехал нормальненько запарковался да слушай я никак не могу привыкнуть какой-то высокий эти блогеры с камерами я вот так вот буду снимать чтобы передавалось пошли оформить пойдем подпишем документы паспорт есть у нас просто такие правила что все нара паспорт есть паспорт россии как как все кардона расставляет но я просрочен два года назад эти его употребить каждого кардона расставляет паспорт в сейфе и то что если он там что-то ему не нравится что-то имели на него на шаге давления слушай схема работы как у сутенеров ладно пойдем в принципе приблизительно то же самое сажусь хорошо справились короче снимаем с гелой юмористическое шоу вот такая у него аппаратура крутая большой начальник стал два года прошло как мы с ним расстались и вот мы снова воссоединились но ребята смотрите просто насколько дело мастер своего дела просто петлички какие-то камеры студия как у дудя ну ровно такой же лофт поэтому мы сейчас прекрасно записали интервью я отправляюсь подписывать наконец-таки документы проходить драг тесты да гел кстати давай это эксклюзивный вопрос на мой канал подписчики интересуются когда я некоторым из них сказал втихаря что я иду гели и они спросили это несмотря на то что там была ситуация с царапанным траком когда и что ты можешь сказать по этому поводу простите меня за это я надеюсь ты осознал просто как бы что как бы так делать неправильно ты осознал скажу справедливости ради что в тот момент я сказал диспетчеру и механик я не сказал тебе потому что я знал что за это будет надо опять же психология компани драйвера тогда было много проще все это происходит когда человек правду и когда человек правду 보 face так как она есть ты хочешь ему помочь когда человек пытается обманут что ты не хочешь ему помогать это не только у меня такая любой человек на планете когда он слышит правду он на подсознании хочет помочь veya састрадат то есть нас есть такое чувство сострадания такие необманывает ли ты ты это понимаешь. А когда ты опытный, то ты понимаешь, как обмануть. У тебя нет сострадания, ты ему не помогаешь. В тот момент на траке я задел ограждение между встречкой моей линии и сточил шпильки на колесе. И там была ступенька немножко поцарапана. Ну вот слушай, там ступенька чуть-чуть была, но самое главное то, что там случилось, это шпилькиные болты, которые торчат из диска. Я приехал на шап и сказал, ребят, это серьезная проблема? Они сказали, да нет, это шпильки мои, просто ничего страшного. И я такой, ну окей, ничего страшного. Да ничего страшного, да ничего страшного. Посмотрите интервью Артура на моем канале, те вопросы, которые мы с ним обсудили, он на своем канале не расскажет. Да, и не расскажет. Мы из него всю правду высосали и выудили. И можно узнать, к чему Артур стремится и где он будет через 4 года. Это эксклюзивная информация. Да, ну все, ребят, мы будем заниматься делами по бумагам. Ты можешь спать где хочешь? Ты знаешь, я так как в траке, я уже нигде не сплю. Я тебе скажу, что я уже 2 года в траке не езжу и так как в траке я спал, я до сих пор в жизни так нигде не езжу. Слушай, ты знаешь, я вот только с женой закончил трип, я вот ездил до Лос-Анджелеса и обратно, до сюда. И она сказала, слушай, а что тут какая-то магия в этом траке? Она просто как не коснется лицом подушки, так и отрубается. Неважно, я еду 70, я встаю просто, или вот все бы ни случилось, в траке ты просто отрубаешься. Это все кого я знаю, ну, особенно в таком молодом достаточно возрасте, то же самое. Слушай, а под рифер, это вообще песня, я не знаю, что люди жалуются. Я купил 12-го года старый рифер, так это пушка просто, я под него сплю как под флейту. Ребята, здесь подписывает целая гора. Вот такая стопка. Вот что значит устраиваться в профессиональную компанию. Просто гора с бумаг. Ну, справимся. Все, с документами закончили, давай Гела, я поехал. Все, давай, удачи, на связи. Будем на связи, и завтра выезжаю уже в рейс. После 5 вечера мне не звонить, пожалуйста. И рабочий день мой начинается в 10 утра. То есть вот с 10 до 5, можешь мне звонить по каким-то вопросам с понедельника в пятницу. Я тебе с левых номеров буду звонить. Поначалу. Главное, чтобы не с украинских, не с российских. Все, ребят, я взял сумку. Пока-пока, Гел. Все, давай. Когда-нибудь видели Теслу на таких дисках? Их таким обвесом. Ладно, ребят, одна миля отсюда. Есть лаборатория, которая срочно должна принять стакан моих анализов. Поехали, сдадим их и уже в трак. Все, документы все получены. Записали, сделали интервью. Можете обязательно точнее посмотрите. Потому что, ну реально, я в интервью никогда в жизни участия не принимал. Принимал один раз у своих. Бабушки с дедушкой брал интервью, но сам никогда не давал. Поэтому проходите, посмотрите. И начинаем новую эру. У меня, что не жизнь, то раз в 6 месяцев компанию меняю. Посмотрим, сможет ли Гела сломать эту систему. То, что я раз в 6-7 месяцев меняю компанию. Он сказал, что предрекает мне, что я проработаю с ним до тридцатки. Посмотрим. Я бы очень хотел найти место, из которого никуда уходить не хочется. Думаете, мне что, нравится компанию менять? Это адекватному человеку здоровому нравится не может. Потому что это геморрой, это неудобно, это новые люди, это новое все. А ты уже привык. Поэтому такие дела. Ребят, погнали на драг-тест. Трак уже готов. Поставили мне зачетную камеру в трак. Подключили логбук, тоже, кстати, зачетный гиптракер. Поменяли масло, приклеили сайны. В рифере, помните, мы фьюл фильтр не поменяли с вами, когда тот раз менял масло я в рифере. Поменяли мне фьюл фильтр. Сейчас проверит еще рифер. Более-менее. И все. Едем, ребят, к Новому году зарабатывать сотку. Я не знаю, сколько у меня уже сейчас заработано. До сотки нам еще, как раком до Китая. Я вам говорю, гоним. Встаю, ребят, пью водичку. Жду свою очередь. Должны позвонить. Давайте сразу отвечу на вопрос, почему я меняю компанию. Этот вопрос будет задан миллион раз в комментариях и звонках. Что там в Наваро плохо? Нет, ребят. Наваро отлично. Наваро хорошо. Наваро чисто овнерская компания. Помните, когда я только купил трак, я попал в VTS. Эта компания была смешанная. В ней были как компани драйвера 50 на 50. Так были и овнер операторы. Я поработал в смешанной компании и понял, что это не мое. Потому что приоритет отдавался всегда компани драйверам. Если не было грузов, то сначала грузили компани драйверов. Потом я решил для опыта пойти в компанию чисто овнерскую, где нет вообще ни одного компани драйвера. Потому что в Наваро все траки овнерские. Они не принадлежат хозяину компании. А он просто предоставляет услуги по диспетчированию и так далее. Я поработал там и мне все понравилось. Я не могу ничего сказать против этой компании. Все было отлично. И даже сейчас, если вы мне позвоните и спросите, Артур, куда пойти работать с овнером, я вам порекомендую работать там. Потому что настолько просто, настолько непринужденно, настолько дешево, кстати говоря, 10% вы не найдете нигде. 10%, иншуранс 250 в неделю и все. И никаких больше расходов нет. Поэтому почему тогда? Почему тогда ты ушел? Потому что я хочу попробовать работать в чисто компани драйверской компании. Эта компания DirectMotorLines, куда я сейчас пришел, Гели. Вы не сможете сюда попасть в овнером. То есть, ну, если человек какой-то позвонит и спросит, можно ли я буду работать с овнером, они ответят нет. Конечно, можно работать с овнером, если там поработаете год компани драйвером, потом купите свой трак. Вас никто не выгонит. Конечно, вас оставят овнером работать в этой компании. Но вот так, как я, просто прийти и работать с овнером, он сразу вряд ли получится. Поэтому, почему я это хочу сделать? Я хочу посмотреть. Я хочу, чтобы мой трак подставили под диспетчеров, которые не грузят овнеров. Они никого никогда не грузили овнеров, а всегда грузят компании драйверов. Почему я так хочу? Потому что, во-первых, диспетчеры сидят здесь. Они сидят в Чикаго рядом с Гелой. Во-вторых, все траки принадлежат Геле и его компаньону. И Геле с компаньоном, они сделают все для того, чтобы их траки ездили максимально дорого и максимально по хорошим ценам. Если я попаду к такому диспетчеру, который привыкла работать с компани драйверами, но при этом будет грузить меня как овнера, мне кажется, вот лично моя идея в чем? В том, что я хочу диспетчера, которому я не буду объяснять, что мне надо делать. Я хочу диспетчера, который будет сам знать, что мне надо и по чем мне надо и так далее. Он будет воспринимать меня как компани драйвера, но при этом я буду зарабатывать как овнер. И вот это самая лучшая схема, я думаю. Посмотрим, как оно выйдет. Поедем в трак, когда я закончу этот стаканчиком воды. Документы получены, маску можно снимать. Все, погнали, ребят, в трак. Устал я уже вечер, очередь там была. Гоним, черт. Ехали. Мы на ярде. Да, все, заберем свои вещи. Да, все, сейчас шмотки заберу отсюда и в трак. Это видео-блок. Да. Это, помаши рукой, ты в камере. Так, вроде я ничего не забыл, ключи забираем. Ну что, ребят, бац. Что мне идет эта наклеечка? А? Качество? Качество. Надо будет еще ифты стикер взять, потому что ифты у меня от другой компании еще наклеена. Тоже 21 года надо будет, но уже от этой компании. Блин, заляпали мой трак. Я вот вчера только помыл. Ну, минималистичненько. Всего лишь в диете МС. Больше ничего нету. Никаких там других номеров. Ну и не надо. Мне чем меньше, тем лучше. Как бы забыли у меня здесь жидкость. Намазали мне тут. Ой, как красиво намазали. Все прогризали снизу. Сказали, что я могу забрать свой трейлер и заехать сюда передом, чтобы они посмотрели рифер. Мне нравится. Поехали. Куда-нибудь уже поехали. Так, ребят, ни на что времени не хватает. Хотел в туалет зайти, не успел. Ничего не успеваю, потому что работа. Надо, пока они не закрылись, доделать трейлер, чтобы я уже нормально поехал. Мне сейчас промоют радиатор. Фьюфильтр там что-нибудь либо дадут мне просто в руки его, либо поменяют. Посмотрим. Ну, короче, надо сейчас забрать трейлер и пригнать его туда. Он здесь. Я за углом его скинул. Погнали, сделаем это. А потом уже будем разбираться, смотреть, что как. Фух. Смотрите, какая камера. Четкая. У меня теперь будет видео с этой камерой. Она очень качественная и она всегда пишет. То есть еще и в облако загружает. Там сим-карта в ней. И я смогу прямо с телефона видос сразу вычленить. А эту камеру снимаем нафиг. Она малопродуктивная. Вот мой трейлер. Давайте заберем. Сейчас выверни руль на 90 градусов, чтобы меня по максимуму вывернуть так, чтобы я мог под этих трейлеров помыть радиатор. Вот так пришлось заломаться. Но меня попросили, чтобы был доступ к трейлеру. Сейчас вот керхер принесли. Будем мыть. Мне сказали, что вот эти сетки, их нежелательно надевать, потому что они не пропускают воздух. Сейчас снимем ее, потом на зиму наденем. Наверное, сегодня уже выйдем. Потом я вам расскажу про то, какой грудь мне нашел. Новая моя диспетчерса. Ну что, ребята. Вот и все. Все закончили. Вот видите, заехал в ШАП. Не в коммерческий ШАП. Здесь не ремонтируют за деньги. Здесь ремонтируют чисто свои траки. И сразу же мне нашли столько косяков. То есть, оказывается, что на моей Вольве прикручен амортизатор не на ту дырку. А он должен быть на верхнюю, прикручен на нижнюю. Я так полтора года ездил. Я купил трак. И так было, да. Тут есть след от прошлого, от старого. Но полтора года я заезжал и на ТЕ, и в наши ШАПы всякие. Никто мне про это не сказал. Тут сказали же просто с первого взгляда. Вот что значит, когда трак делают для своей компании. Когда не идет разговор о деньгах и так далее. Потом еще мне там нашли. Где-то у меня провода перетираются внизу под рамой. Это тоже надо будет потом устранить. И что-то еще было уже забыл. Этот кавер, который, видите, закрывает радиатор. Это вредная штука, оказывается. Он не дает дышать трейлеру, риферу. И его обычно на зиму ставят. Уже до зимы осталось недолго. Поэтому я его снимать не буду. А потом весной, наверное, снимем. Тут чуть-чуть пузыри разглажу. Зачем мне эти пузыри? Ой! Не уходит, сволочь. Не уходит. Ну, ничего страшного. Не полопается. Вроде приклеено плотненько, красивенько. Я люблю, когда все красиво, аккуратно. Клеили все ровненько. Груз получен, ребят. Пикап сегодня или завтра. Там без разницы, когда. 24 на 7 работает пикап в фасылете. Едем мы с вами в Техас за 1300 долларов. Но, чтобы сохранить коммерческую тайну, сделать немножко более такой загадочный мой путь к соточке до Нового года, я буду отчитываться, как я вам сказал, теперь не и понедельно, а там раз в месяц или даже реже, чтобы просто в конце было более интересно. Потому что, если я буду рассказывать каждую неделю, по темпам зарабатывания денег, многие из вас поймут, правлюсь я или нет. А так, ребят, живем, работаем, улыбаемся, потому что жизнь прекрасна. Я очень надеюсь, что я прямо сейчас уеду, потому что ехать до пикапа 380 миль, это, блин, это почти полдня. Ну да, надо выезжать. Опять же, пикап сегодня-завтра, неважно, будем выезжать. Последний штрих. Наклеечка свежая, отрывается нормально. Это очень плохо оторвалось от старого. Выезжаем, ребят, а сделать это будет так уж и просто. Погнали. Выехал с горем пополам. Было очень сложно, между прочим, но справился без чьей-либо помощи. Короче, с этой анархией я разберусь потом. Сейчас я пойду, проложу себе маршрут. Кстати, локбук у меня теперь Keep Tracking. Это другая немножко компания. Вот такая вот огромная набалдашка. Свой локбук я сниму чуть-чуть попозже тоже, когда тут буду порядок делать. Нет времени, надо ехать. Потому что, во-первых, в Чикаго стоять негде. Во-вторых, у меня есть груз. Поэтому я сейчас прокладываю маршрут, смотрю, что почем, когда я туда приеду. Может быть, я сегодня туда доеду, но очень вряд ли. Ехать очень далеко. Может быть, я до часу, если доеду ночью, тогда я доеду до места. И все. В принципе, компания поменена, ребят. То, что я планировал, свершилось. Честно скажу, я в огромном ожидании и ощущении чуда. Но, как мне кажется, чуда в нашей жизни не бывает. Все, что в нашей жизни хорошее происходит, это всегда холодный расчет. Это всегда работа с профессионалами. Это всегда стремление быть лучше и жить лучше каждый день. Тот, кто делает и старается жить лучше и быть лучше, и работать, и тянуться к правильным людям, тот и по итогу получает за это какое-то вознаграждение. Это может быть не обязательно моральное, материальное вознаграждение. Это может быть опыт. Это может быть знакомство. Это может быть хорошее времяпрепровождение. И, конечно же, это обязательно должно быть материальное вознаграждение. Все, ребят. Я буду ехать. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вы оцените мой выбор. Напишите в комментариях, что вы об этом всем думаете. Теперь я работаю с мистером Гелой. Вот такие вот. Вот так вот жизнь может повернуться. Спустя там почти два года, как я от него ушел. Из той компании, с которой мы вместе с ним работали. И вот сейчас он мой босс. Раньше он был наемным человеком. Он был моим директором, можно сказать, управляющим чужой компанией. Теперь эта компания частично, но его. Поэтому, да, Гела мой босс. Все, ребят. Я выезжаю. Вы с вас лайк, пожалуйста, поставьте. Потому что YouTube почему-то держит меня в синемом бане. И из-за того, что я слишком много отдыхаю в Лос-Анджелесе и в Майами, режет мне просмотры. После того, как я выхожу с отпуска, мне нужен рывок, чтобы вернуться к просмотрам предыдущего времени, когда я снимаю строка. То есть, если вы мне сейчас поможете и поставите лайк, и это видео будет единственное, которое будет просажено по просмотрам, то я буду очень счастлив. И со следующего ролика мы начнем бомбить заново, много и интенсивно. Поэтому лайк, подписка и колокольчик. Ребят, увидимся в следующем ролике. Всех обнял.